Сегодня мы поговорим о фарме карточек с игрового клиента Steam. Разберем, какие приложения существуют и испробуем одно из них. В каких случаях возникает потребность использовать такую программу? Во-первых, не у каждого есть возможность скачивать каждую игру, поскольку она может весить много трафика, а трафик может быть у людей ограниченным или очень маленькая скорость интернета. Отсюда возникает и потребность использовать данное приложение. Или же просто нет времени играть в такие игры. И сейчас мы с вами посмотрим на данные программы. Вы можете заметить, что у меня присутствует несколько игр, из которых можно выбить карточки. Но устанавливать игры, а также играть в них, у меня нет возможности, а также желания. Поэтому мы и будем использовать одно из приложений. Давайте быстренько пробежимся по этим программам. Во-первых, это Idal Master. Как раз та программа, которой мы и будем пользоваться. Далее, существует программа Idal Daddy. Программа используется на смартфоне. То есть это приложение для вашего андроида. Далее. Steam Achievement Manager. Она сложная в установке, но также используется для фармокарточек. Все эти приложения также используются для накрутки времени в играх, но не советую это делать, так как это нехорошо. Что касается легальности программы. Будет ли за нее какое-то наказание, какие-то санкции, либо же в Акбан. Есть ответ на этот вопрос. Случаев с какими-то санкциями замечено не было. Вы можете почитать на форумах. Никогда никто не был вроде бы как наказан за это приложение. Утверждать на 100% конечно невозможно. Но все же. Насчет того, что украдут аккаунт. Сколько раз пользовался, сколько людей пользовались, ни у кого ничего не крали. Следующий вопрос. Можно ли из-за этой программы получить в Акбан? На самом деле шанс такой есть. Если же вы будете играть в какие-либо игры, попутно с запущенной данной программой, в те игры, которые имеют в Аксервера. То есть, к примеру, вы будете играть в матчмейкинг в Кантру. Так что вывод. Прежде чем запускать игру с ВАксервером, обязательно закройте программу. Обязательно проверьте, не запущена ли она в трее в реестре программ. И тогда только заходите в матчмейкинг. Не забудьте об этом. И тогда все будет хорошо. Ну что ж, программа скачана. Давайте создадим для нее папочку. Можно ее назвать как угодно. Лучше на английском языке. Распакуем архив в эту папку. Программа установки не требует. Какие условия для нее нужны? То есть, мы просто ее разархивировали, просто запустили. Необходимо перед этим запустить Steam. Здесь вы можете увидеть, должна стоять галочка Steam запущен. Ну и, конечно же, мы должны авторизоваться в данном приложении. Авторизоваться в Steam. Не переживайте, ничего украдено не будет. Проверено уже многими людьми. Итак, ввели логин и пароль. Далее вводим код аутентификации со смартфона, либо же с почты. На самом деле, при запуске этой программы может возникнуть огромное количество ошибок. По разным причинам. Вот одна проблема сразу появляется. Идлмастер не подключен к Steam. Сколько бы вы ни пытались авторизоваться, не получается. Что мы сделаем? Мы сейчас используем куки от браузера. Следующим образом нажимаем файл, настройки, замочек. И сюда сейчас мы будем вводить данные. А возьмем мы их в браузере. К примеру, Google. Заходим в настройки. Везде, во всех браузерах, все это по-разному может быть, немножко отличаться. Дополнительные. Настройка сайта. Файлы cookies. Все файлы. И здесь вводим в поиски Steam. Находим steam.community.com Открываем. И здесь нужно нам найти следующие куки. Session ID и Steam Login, которого здесь нет. Почему нет? Потому что нужно в браузере авторизоваться в Steam. Сначала делаем это, потом повторяем то, что я сказал, и заходим сюда. То есть заходим в Steam.community. Авторизуемся. То есть нажимаем войти. И потом вернемся в настройки. В общем, смотрим, что делаем далее. Зашли заново в cookies файлы. Открыли session ID и скопировали отсюда вкладку контент. Далее перешли в настройки. Здесь мы уже переходили замочек. Я просто это уже сделал. И в session ID вставляете это значение. Именно это. Далее сворачиваете session ID. Находите здесь, либо будет написано Steam Login, либо Steam Remember Login. Заходите и также отсюда копируете контент. Переходите, как я сказал, уже обратно в настройки. И Steam Login вбиваете данное значение. Не переживайте, если напишет, что данные не верны. На самом деле все заработает. Далее вы нажмете применить. И вуаля. Все работает. Все игры ваши вы это обнаружите. И уже начались манипуляции с выбиванием карт. Также обратите внимание, что есть настройка. При которой мы можем здесь установить, каким образом выбивать карточки. Когда остановиться. Значит еще рекомендации. Я вам говорил уже насчет того, что не запускать игры с ваг серверами. Во время фарма карточек. А также не стоит вообще запускать какие-то игры попутно. Потому что медленнее будет фармиться. Видите? Как бы уже написано, что я играю в игру. Ну, пожалуйста. В игре Вархаммер. Ну и здесь уже фармится. Вархаммер 40 тысяч. Вот он внизу. То есть все работает, как вы видите. Естественно, карточки уже попутно выбиваются. Даже несколько игр попутно выбивают. Ну, я как уже сказал выше, в настройках можно выставить разные значения. Либо попутно выбиваются сразу несколько игр, либо по очереди и так далее. В общем, вот такая вот программа. Вот такое вот решение, которое поможет вам выбить все карточки. Есть еще несколько нюансов, о которых я тоже сейчас расскажу. Нюанс, который будет вам интересен. Карточки моментально не выпадут. Вы запустили приложение, запустили идолмастер. Здесь написано, сколько карточек осталось, в каких играх и сколько процессов выполняется. Ну, и вот как это выглядит. Прошло 56 минут. В стиме пока оповещений никаких сообщений не было. Давайте выйдем из идолмастера. И посмотрим, что будет. Ну вот. Сейчас попрут письма. С новыми предметами в инвентаре. Потихонечку, не спеша. То есть, пока приложение идолмастера было запущено, карточки не выпадали. Точнее, выпадали, но не отображались. Вот так это все выглядит. Вот так работает данное приложение. На самом деле, вы легко сможете столкнуться с различными проблемами с этим приложением. На самом деле, почему-то так. Проблем может быть огромное множество. У меня есть видео, как исправить некоторые. Вы сможете посмотреть по ссылочке в описании, если вдруг что-то у вас не так. А также, вы должны понимать некоторые еще вещи. Бывают новые игры. Идолмастер из них может карты не выбивать. Поэтому не спешите. Говорите, что у вас приложение не работает. А также, зайдите обязательно в значки и посмотрите, есть ли вообще что-либо выбивать. Есть ли карточки, которые готовы к фарму. То есть, еще выпадет карточек 3. А может быть, у вас выпадет карточек 0. Понимаете, о чем я говорю? То есть, не факт, что у вас не работает приложение из-за того, что оно плохое. Ну и на этом, наверное, я закончу. Вот такое приложение. Вот так мы устранили одну из проблем, которая сразу же у нас возникла. И теперь нам столько стоит просто оставить компьютер включенным, с подключенным интернетом и пойти погулять. Еще пару рекомендаций. Может быть, запустить Steam от имени администратора. Точнее, не Steam, а Идолмастер. Если вдруг что-то не работает. То есть, заходите. Запускайте от имени администратора. Ну и все остальное, если что-то не получится, я уже сказал. Видео есть, ссылка будет в описании. На сайт официальный с этой программой также ссылочка будет, чтобы вы не перешли и не скачали какую-нибудь ерунду. Ну и на этом все. Спасибо. Ну и в конце, чуть не забыл, хочу вас предостеречь. Некоторые программы, которые мы с вами рассмотрели, могут накручивать ачивки, то есть, значки в играх, а также увеличивать время. За это я не ручаюсь. Может быть, вам будут введены какие-то за это санкции. А также, вообще, это просто делать нехорошо. А что насчет выбивания карточек? Вы купили игры за свои деньги и вполне имеете право получить карточки, не играя в них. Я так считаю. Ну, на этом точно все. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо.